Почти миллиард рублей за три с половиной месяца. Если посчитать, получается примерно 9 миллионов в день. Сумма космическая. Но именно столько получит красноярский ТСИС за актуализацию проекта красноярского метро. Они выиграли конкурс на выбор подрядчика и теперь должны выполнить все работы до 20 декабря. Подрядчику предстоит переделать проектную документацию первой линии подземки. Это 9 станций от высотной через центр до парка 400-летия Красноярска. ТСИС должен определить способ строительства трасс и станции так, чтобы полное время оборота поезда не превышало 40 минут, а также рассчитать пассажиропоток. Точная сумма контракта 955 миллионов рублей. Итоги конкурса в Уфас попытались оспорить московская компания «Мост». Она назвала сроки в три месяца катастрофические, технологически не соответствующими реальности и заведомо неисполнимыми. По мнению столичных инженеров, предыдущий проект Красноярского метро настолько устарел, что теперь его придется разрабатывать практически с нуля. Даже за миллиард сделать это очень затруднительно. Но Уфас жалобу удовлетворил только частично и все-таки позволил заключить контракт. Москвичи, это их предположение и догадки, что на самом деле это не заново проводить работу, а дорабатывать уже существующую проектно-смертную документацию. Поэтому эти сроки обоснованы и выполнимы. Продолжение следует...